Овощи и фрукты, выращиваемые в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах, востребованы у кубанских потребителей. К перспективным направлениям развития относятся и животноводство. Это отлично поняли жители станицы Петровской Славянского района, которые занялись разведением мелкого рогатого скота. Семья Белотеловых приехала в станицу Петровскую из Сибири. Если бы мне раньше сказали, что я не только буду заниматься сельским хозяйством, но и разводить коз, сказала мне основательница и хозяйка фермы Ирина Белотелова, кстати, психолог по образованию, я бы, наверное, не поверила. Но жизнь сложилась так, что мы стали жителями благодатной Кубани, искали точки приложения сил и сделали свой выбор – быть поближе к земле, которая всегда прокормит. Все началось три года назад с двух коз, а сейчас их уже более ста. Дойное стадо – 65 голов. Действительно большое и беспокойное хозяйство, которое отнимает немало времени членов семьи Белотеловых. Сначала, вы знаете, мы думали о том, что мы будем разводить красивых, нубийских коз, которые всем нравятся. А потом мы пришли к выводу, что все-таки козы, у них предназначение основное – это молоко. И потихонечку мы стали приобретать заанинских коз, которые все-таки на сегодняшний день являются самыми молочными козами, которые дают очень вкусное молоко, достаточно жирное, полезное, из которого можно варить очень вкусные сыры, огромное разнообразие. Есть у меня друзья, знакомые, которые уже пробовали мои сыры. Сыр собственного производства не только очень полезный, но и просто вкусный, абсолютно без какого-либо специфического привкуса. И он все больше завоевывает признания у славянцев и жителей Кубани. На вопрос, как удается справляться с таким обширным хозяйством, животновод ответила, что сначала было еще труднее. Сейчас наработан опыт, который помогает, несмотря на многократно возросший объем работ. Я все должна успеть. И сдоить коз. У нас дойка начинается в 6 утра, в 9 заканчивается, и также вечером в 6 вечера в 9 утра. Обязательно их покормить, посмотреть за малышами. Малышей до двух месяцев мы кормим 4 раза в день из соски, которых мы забрали из-под мамочки. Приходится вставать в 6 часов утра, чтобы успеть вовремя на утреннюю дойку. И хлопот по уходу за животными хватает на целый день до глубокой ночи. Очень хорошо, что есть современный аппарат машинного доения. Больше 100 литров молока в день. То есть это молоко мне нужно переработать. Молоко я никуда не выливаю. Либо я делаю масло, либо я делаю творог. Обязательно варю сыр. И какое-то количество молока у меня приобретают. Но все равно я понимаю, что объемы растут, и они будут расти. И мне бы хотелось выйти на какой-то уровень более серьезный. Самое главное, этот тяжелый труд приносит Ирине Белотеловой большое моральное удовлетворение. Особенно ей нравится ухаживать за малышами, которых она собственноручно выпаивает. От этих удивительных животных я получаю заряд энергии, призналась мне хозяйка фермы. Конечно же, есть планы по дальнейшему развитию, для чего необходимо укрепление кормовой базы. Сейчас корма приходится покупать, а это дорого. Если будут свои корма, это позволит расширить производство и удовлетворить растущие потребности многих кубанцев в ценных диетических продуктах. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.